АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Говорят, плохие, да? Зачем? Снимаем рейнджеры, рекомендуем второй штаб ромбарк и будем всегда рады, что делать. Мы говорим, блокада это святая. Они говорят, ну плевать, будем брендональдсов на площади мужества строить. А на площади Ватталия снимем эту столу и подъемный бомбик будем делать. Они нас не слышат. Они делают речь, что играют с нами. Например, говорят, давайте придумываем стадион названия, да? Дескать, вот мы горожали. Да, это наш стадион должен быть. Но приезжает господин Миллер, который говорит, а что думать-то? Газпром арене вопрос решен. Мы говорим, нет, мы гработики. Они устраивают огромную станцию метро. Вот я в академической живу. Это просто бардак. Это просто беспредел. Вечерие 400 человек нету. На этом всем было много. И кто что там моты покупал? То же самое старое дерево. То же самое хасанский рынок. И ничего это не надо. Полно пикалило. Что требует народ? Народ требует национализации, чтобы власть занималась прорушенностью. А что народ путешествовал он? А давайте-то еще один готов. Мы говорим, что достояние истории, культуры, это памятники. Они собираются продавать. Мы говорим, а врода, это тоже предмет истории и культуры. Какой у нас может быть диалог? Да никакого. Борьба. Борьба и борьба. Конечно, мы поддерживаем полностью требуемое учебо-чебо-чебо-чебо-чебо-чебо. Но это всего лишь линдик этой машины, которая подвластна все. От Бричи, ВФСБ, сюда и это взяли. Поэтому бальзи будет эго. За наш вами, за наш город, за нашу страну. И против этой чудовищной системы капитализма, которая победила нас. На них и нас. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ Самое главное не делить друг друга наизу, когда наша борьба уменьшает с успехом, я думаю. Дорогие друзья, мы знаем, что эта власть пренебрегает не только мнением подавляющего числа горожан. В этой башне отражаются все полотеновичные управления. В частности, абсолютное неприятие нового профессионала. Мы с вами знаем, что Санкт-Петербургский союз архитекторов выступает против этого родства. И я хочу подоставить слово его представителю, вице-президенту Санкт-Петербургского союза архитекторов, Федославу Гайковичу! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, друзья, что пришли. Обычная судьба строения решается на градостроительном совете. Я считаю, что сегодня произошел большой расширенный градостроительный совет. Еще это правильное место, это считаться о работе союза архитекторов. Сегодня я здесь выступаю не как его представитель, а как простой гражданин Петербурга. Позиция союза архитекторов четко определилась еще два или даже больше лет назад. Мы против этой башни. Союз архитекторов из Санкт-Петербургский, есть Союз архитекторов России, есть Международный Союз архитекторов. Все эти организации против того, что называется башней Гашпромов, или, может быть, общественно-деловым центром Охта. Но суть одна, башня неправильна, она не должна состояться. Есть некоторые детали. Есть некоторые детали, очень важные. Во-первых, не надо таскать башню туда или сюда. Охта-цестор должен состояться там, на той площадке, которая ему отведена, и на той территории, которая куплена хозяином. Но, конечно же, проект должен быть другой. И здесь совершенно правильно много было слов произнесено. Самое главное слово – новый проект. Поэтому позитивная часть, негативная, не должна быть башней. Позитивная. Должен быть прекрасный, новый. Охта-центр. Прекрасный, очень уважаемый. И тут я совершенно не согласен с многими воспоступающими. Мы, архитекторы, не против Гашпрома. Эта компания действительно должна принести Петербургу много пользы той, которая приглашает. Но не нужны башни Гашпрома. Более того, я бы относительно судил круп виновных в том, что мы видим сейчас вокруг себя, в этой башне. Виноват вообще даже не Гашпром. В Гашпроме есть люди внутри, которые огурливают на какой-то странный, страшный, амбициозный вид, пошло их башни. Я думаю, что в этой уважаемой компании есть очень много полных, мудрых людей, на которых почему-то остались на вторых ролях. Это внутренняя идея Гашпрома. Помидеть в должности тех, кто такой, наверное, поставил новую уважаемую компанию на позор и посмешниче. Продолжение следует...